В Каннах собираются звезды, профессионалы кино и любители большого экрана со всего мира. 10 тысяч аккредитованных профессионалов, около 4 тысяч журналистов, множество программ и мероприятий в рамках фестиваля и около него. Несмотря на масштабность действия, наше кино десятки раз оказывалось в центре внимания Каннского жюри. И даже в программу самого первого Каннского фестиваля планировалось включить советский фильм «Ленин» в 18-м году. Киносмотр должен был начаться 1 сентября 1939 года, но именно в этот день началась Вторая мировая война. Так что открытие было отложено до сентября 1946 года. Хочу упомянуть хотя бы несколько отечественных фильмов, которые получили в Каннах высокую оценку. «Летят журавли» Михаила Колотозова, «Солярис» Андрея Тарковского, «Сибириада» Андрея Кончаловского, «Покаяние», «Тенгиза Абуладзе» и многие другие. Ну, «Звягинцев», например, получил, да? «Возвращение». Ну, я думаю, многие другие. Да. Сегодня мы пригласили в гости Яниса Политова, дебютанта Канн, молодого российского режиссера, автора короткометражки «Философия». Этот фильм, среди прочего, интересен тем, что он вышел на экраны, когда в Греции проходит год России, а у нас год Греции. А еще в нем бесплатно снялись две известные греческие актрисы – Елена Панджариди и Эллада Межвилиани. Ну, подожди, не забегай вперед. Лучше обо всем поговорим с нашим гостем. Актер, режиссер Янис Политов сегодня у нас в гостях. Янис, здравствуйте. 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 Ну, прежде всего, про вас, как режиссера, хотим поговорить. Сегодня стартует программа Каннского кинофестиваля. У вас там представлена работа в программе «Короткометражек», «Философия». Расскажите, пожалуйста, как вы туда попали? Отправил свою философию, и она вот прошла какие-то там, видимо, отборочные этапы. А вы сами не участвуете в этом? Вы как отправили, и все? И все, и ты полагаешься на судьбу. И вам потом присылают письмо, да, что ваш фильм прошел? Присылают. Там четыре программы. Там же есть основной программа Каннского фестиваля. Есть «Уголок короткого метра», «Шортфильмкорнер», есть «Двухнедельник режиссеров», и есть «Неделя критики». Вот основная программа сегодня стартует, а «Короткометра» чуть позже, да, будет? Да, сегодня, а это чуть позже, она начинается там с 16 мая и по 22. И вы как раз вот в Канн и полетели? Я вот как раз вот в 17-го полечу. Соперников знаете своих уже? Да там. Знакомы с ними? А, там! Лично нет. Ну, там уже, как получается, там уже нет соперников, потому что «Шортфильмкорнер» — это уже отобранная программа, и, соответственно, если бы ты не прошел, они бы тебя не пригласили, бы не аккредитовали. Как вам кажется, чем ваша работа зацепила отборщиков Каннского фестиваля? Почему отобрали? Ой, меня бы она зацепила искренностью и какой-то многослойностью. Чем она зацепила европейских отборщиков, я не знаю. А можете нам рассказать немного про саму картину? Да, не раскрывая тайны. Да, без каких-то споллеров. Ну, во-первых, что нужно сказать об этой картине? Эта картина снята сейчас в 2016 год, это перекрестный год России и Греции. Перекрестный год культурный по всем направлениям. Соответственно, эта картина снята и сделана как продукт этого года, потому что мне захотелось сделать что-то такое, что осталось бы в памяти, вот прошел 2016 год, перекрестный год двух этих стран. И при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, которые частично помогли мне в производстве картины, и Греческой национальной туристической организации, вот, получился такой продукт перекрестного года, за что я очень так рад. Кино про что? Да, про что? Кино основан на реальных событиях. Сценарий из моей головы. Вы сами написали? Да. Ну, у меня был соавтор сценария, который правильно все это, правильно как он сами составляет, потом еще который помог в дальнейшем дописать его Андрей Сорокин. Вот, а так это история, которая произошла со мной в жизни когда-то, когда я учился в институте, в первую, до ВГИКа, в Ньязи, у меня там была философия. Ну, расскажите, ну хоть чуть-чуть. Ну, про жизнь. Она про все, она всем... Про жизнь в Греции? Нет, нет, это в России. Про жизнь в России? Конечно, я в Греции никогда не жил, я, как говорится, я грек из России. Вот, и... Не знаю, про добро, про любовь, про то, как один экзамен по философии... Вот, экзамен по философии. Изменил, не то, что изменил, а изменил человека, и он как бы понял что-то. Но вы умеете заинтриговать, да? Это был такой экзамен, который он никогда бы и не сдавал бы даже. Вот так. Но это все про вас, правильно я понимаю? Это все про меня, да. Это все, это все. Ну, режиссура лучше. Лучшая жизнь, говорит, это режиссура. Или режиссура лучше. А как же проходит смотр на Каннском фестивале? Это сидит только члены жюри или зрители? Ну, я думаю, что, наверное, какой-то все равно предпросмотр был, когда они отбирали, там они прислали, насколько я понимаю, 5000 картин, там отобрали 1000 или 1000 с чем-то вот на этот шортфильм «Корнер». Был какой-то предпросмотр, скорее всего. Они же там отбирают и на тот конкурс, и на тот конкурс, и в эту программу. Вот, а потом происходит смотр в библиотеке, там есть, насколько, я просто там ни разу не был, я сейчас еду на разведку, на самом деле. Я сейчас, я говорю, я еду на разведку, посмотреть, что вообще как-то, там все Каны, Каны, что за Каны? Уже надо просто взять, поехать. К сожалению, конечно, Канский фестиваль настолько блатной, что он может себе позволить не оплачивать вообще ничего, потому что другие фестивали, там, я знаю, российские фестивали, они всегда оплачивают, там, дорогу, перелет, там, проживание, тогда это и так далее. Канский фестиваль, они, видимо, хотите приезжать, это же вам надо. Хоть не приезжайте, хотите не приезжайте. Ну, вот, соответственно. У нас же желающих много, а не много. Конечно. Вы едете на разведку, видимо, вы для этого и сняли короткий метр, чтобы потом снять уже полный, да? Знаете, когда я снимал короткий метр, у меня там снималось шесть бабушек простых из поселка Урожайный, это в Старопольском крае, Пригорный район, и они все шутили и смеялись. На Каны, на Каны снимаем, на Каны, на Каны снимаем, вот, до шаманили. Так, да, 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 так и есть. И все-таки полного метра ждать потом? Планируете? Не думали об этом? Я вам честно скажу, короткий метр, он получился как результат перекрестного года вот сейчас. Но в этот перекрестный год, мне кажется, нужно посеять такую семечку, которая выстрелит в следующем году. Поэтому я хочу очень сильно в этом году запуститься в конце августа с полным метром, и съемки должны быть Москва, это уже будет полноценный общий проект, это будет Москва, Афины и Пелопонез, юг Пелопонеза, полуострова. А сейчас в этот раз в Греции проходили съемки? Нет, конечно, все в России, Ставропольский край, город Иссендуки, там были все локации. С Грецией вообще у вас сейчас какая-то связь, вы поддерживаете ее? Вы же грек, по-прежнему советскому. Я как могу поддерживаю, у меня даже есть общественно-культурный портал, созданный мной, социальная сеть под названием www.yagrek.ru. Этот сайт создан для греков и филелинов, филелин это друзья греков. И вот сейчас мы там набираем, она как, ну, небольшой соперник, наверное, в фейсбуку, назовем его так. То есть там могут быть не только греки, там могут быть все люди, которые зарегистрированы, которых тепло относится к этой стране. Мы ее тоже создали вот в этом году, в этот перекрестный год. И они там могут быть зарегистрированы, обмениваться обменями, добавлять видео, фото, дружить, ну, такая история. А вы сами-то в Греции часто бываете? Я стараюсь быть часто, но не так часто. Ну, если для вас раз в год это часто, то... Нет, это не часто. Не часто, конечно. А греческий вы знаете? Я сейчас скажу. У меня сегодня тоже будет этот, в 6 вечера... Курсы, да? Курсы, да. Ну, просто стыдно уже. Ну, я же здесь родился, откуда я знаю греческий? У меня я в России в пятом поколении. Сложный язык? Наверное, да. Философия, это греческое слово, любовь к мудрости. И очень много, порядка 20-30% русских слов, они взаимствованы из греческого языка. Поэтому, ну, вроде кажется, что он сложный. Да. А так он... Ну, наверное, в падеже... Если такой язык, он ни на что не похож. Он похож на все и ни на что. Вы знаете, в Штатах у них учат древнегреческий специально, потому что доказали какие-то ученые, что этот язык открывает некие штуки в твоей голове, какие-то такие новые открытия делает. А можете, ну, если не сложно, конечно, нашим телезрителям пожелать хорошего дня на греческом? Калу врави, хороший вечер. И всего самого хорошего. И пусть Господь оберегает ваши дома, ваши очаги. И помните, что сколько мы в этот мир приносим, столько мы от него и получаем. Сколько мы даем, столько мы и берем. Мне кажется, это на русский все-таки. И время, время, время же оно хронус, главное, что греческий бог-то не Зевс, а значит, у него хронус был. Именно время это то, что пожирает, единственное, как хронус пожирал своих детей. Поэтому надо жить этим временем и понимать, что каждое действие имеет последствия. Вы знаете, я вам сейчас говорю слова, которые идут уже из фильма «Философия» моего. Вот она философия. Вот она философия. Ты как мини-тарь, спойлер все-таки прошел. Спасибо вам за такие пожелания. Мы хотим пожелать вам удачи, естественно, и в конкурсной программе. С Богом. Этого не будем чертенка трогать. Спасибо вам огромное, ждем ваших новых работ. Спасибо за это. Спасибо. Спасибо больше. Продолжаем листать календарь на его следующей странице «Курьезная дата». 11 мая 2007 года сотрудники ботанического сада в китайском городе Шиньян